Кстати, у врага есть видение для вас. Его видение состоит в том, чтобы украсть вас, убить каждую минуту внутри вас и уничтожить Божий план для вас. Но Дух Святой говорит мне, что 2020 год станет годом прорыва в вашей жизни. В 2020-м всё изменится. То, что вы скажете сегодня, повлияет на то, где вы окажетесь завтра. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно, Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. Сегодня я хочу поделиться с вами посланием, которое называется «Победа 2020». Сегодня я взял свои очки, чтобы поделиться видением на 2020. Видение 2020 состоит в том, чтобы ожидать того, что ждёт нас впереди. Чтобы одержать победу в следующем году, у нас должно быть видение и аппетит к победе. Сегодня я хочу обратиться к вам. Кстати, кто ведёт записи, тот входит в историю. Повернитесь к соседу и скажите, «Кстати, кто ведёт записи, тот входит в историю». Поэтому вам стоит сделать записи сегодня утром, и это важно не для меня, а для вас. Ведь Бог хочет, чтобы мы были успешны в жизни, и не просто успешны в том, что мир считает успехом, но были успешным в Божьем определении успеха. Мы посмотрим в Писании, что Бог называет «Победой 2020». Что это такое? Знаете, я вспоминаю историю о двух парнях, которым нужно было порубить деревья. Компания наняла одного парня, который говорил, «Я срублю больше деревьев, чем все здесь. Я готов бросить вызов любому в том, что срублю больше деревьев за день». И один пожилой мужчина сказал, «Я принимаю вызов. Посмотрим, кто срубит больше деревьев за день». Молодой говорил пожилому, «Я обойду тебя. У тебя не хватит сил». И молодой человек принял вызов. Он взял свой топор и начинает рубить одно дерево за другим. Он рубит деревья, но время от времени оглядывается назад. Он видел, что старик сидел, держа топор. Молодой думал, что он делает. Он проиграет соревнования. Я работаю, рублю деревья, он даже не пытается их рубить. Молодой человек продолжает рубить. В конце дня они провели подсчет. И оказалось, что молодой человек срубил 25 деревьев. А когда они почитали деревья пожилого, то оказалось, что он срубил 40 деревьев. Молодой сказал, «Ты жульничал?» Я видел, как ты каждый час делал перерыв на 10 минут. А я все работал и работал. Я даже не пил воды. «Ты жульничал?» А старик ответил ему, «Я не жульничал?» Я срубил все эти деревья. Ты думал, что я сидел и тратил время даром? Я знал, что для победы нужно перезарядить батарейки. И пока я сидел и отдыхал, я затачивал свой топор. А заточенный топор позволяет работать намного продуктивнее, чем постоянное махание тупым топором. Вот что сказано в Екклесиаста 10.10. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить, или навык приносит успех». Если вы хотите получить победу 2020, вам нужно заточить топор. Я не хочу работать усердно в 2020 году. Я хочу работать умом. Я хочу работать на основании того, что Бог считает возможным для моей жизни. Отточи свое видение. Притча 29.18 говорит о видении. Здесь сказано «без откровения свыше» или «пророческого видения». Народ не обуздан. Без пророческого видения. Есть линзы, которые помогают видеть дальше или на очень близком расстоянии. Они помогают нам сфокусироваться, увидеть все четко. Видение 2020 — это способность видеть четко и ясно. Но вот чего желает враг. Враг хочет, чтобы вы оказались в затуманенном состоянии, чтобы заплакировать пророческое видение, которое Бог приготовил вам. Откройте притча 29. «Без откровения свыше народ не обуздан». Иначе говоря, у них нет планов или границ. Они живут без каких-либо ограничений в жизни. Кстати, закон Господа — это не только 10 заповедей, но принципы, концепции, понимание того, что говорит Бог. Это то, что Бог говорит о том, как относиться к людям, как распоряжаться деньгами, как смотреть на великанов в своей жизни. Это то, что Бог говорит о том, как вы должны смотреть на обстоятельства, на себя. Когда вы повинуетесь Божьему Слову, когда ваше видение соответствует Божьему видению, то внезапно ваша жизнь становится веселее и успешнее, потому что вы оказываетесь в победе. Вот еще один перевод. «Там, где нет видения, народ погибает». Когда у людей нет видения, они умирают. У них умирают мечты и надежды. Многие из нас живут в тумане. Возможно, это туман в мозгах. На этой неделе я изучал видение и то, что помогает нам разрушить преграды на пути видения, то, что помогает нам видеть лучше. Я нашел более миллиона статей о когнитивной дисфункции. Миллениалы, поколение Z, бумеры. Все возраста сталкиваются с когнитивной дисфункцией или кашей в голове. Не имеет значения, молодой вы или пожилой. Там были статьи «10 способов победить когнитивную дисфункцию». 12 методов, как избавиться от каши в голове. Суть в том, что люди теряют ту остроту мысли, которая когда-то была у них. Они не могут мыслить ясно и поддерживать разговор. Ты пытаешься работать, но у тебя нет той остроты, которая была когда-то. И вот что Дух Святой говорит вам. Церковь, настало время вернуть власть. Настало время вернуть остроту. Видение должно оказаться внутри вас, прежде чем оно станет реальностью. Матфея 9, мы читаем о женщине, которая страдала кровотечением. У нее каждый день текла кровь. Она ходила к докторам, ко всем. Некоторые из вас перепробовали все и всех, чтобы исправить то, что может исправить лишь Бог. Вы обращались к сексу, порнографии, к марихуане и прочему. И некоторые из этих вещей не были плохими. Просто они не помогали вам. Она ходила к многоженству докторов, но никто из них не мог решить проблему, которая была у нее. Она умирала. Ваше видение влияет на ваш голос. Пока однажды что-то не изменилось. Эти перемены произошли не потому, что кто-то сказал ей что-то. Это случилось потому, что она получила откровение. Притчи 29.18 говорят, «Где нет откровения, нет надежды на будущее. Но где есть откровение, там есть видение и голос надежды». Она получила откровение. Откройте Матфея 9, когда она узнала, что Иисус придет в город, она, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его. Почему эта женщина сделала это? Ибо она говорила сама себе, «Если только прикоснусь к его одежде, выздоровею». Это видение, скажите видение. Она получила видение об исцелении. Она сказала себе, «Кому?» Она не сказала это своей семье, потому что ее семья говорила ей, «Ты умираешь?» Ты умрешь, рак убьет тебя. Пока вы не начнете говорить что-то себе, ничего не изменится. Люди могут говорить вам, что вы прекрасная, но если вы говорите себе, «Я уродина», вам не хватит поддержки на инстаграме, чтобы освободиться от неуверенности. Вы должны получить личное откровение. «Я дитя Божье. Я ценен. Я чудесно сотворен. У меня есть видение на 2020. Я вижу, что видит Бог. Я сотворен по Его образу. В моем будущем победа. Мое прошлое искуплено. Оно освободило меня. Я буду ходить в победе. Я одержу победу над всем». Давайте прославим Бога. Она сказала себе. В расширенном переводе это звучит так. Она продолжала говорить себе. В повторении есть сила. Она продолжала говорить себе. Она продолжала говорить себе. Кому-то из вас нужно больше говорить с собой. Кто-то скажет, «Я не хочу, чтобы меня считали безумцем». Вы безумец, если не говорите с собой. Вам стоит взять под контроль другие голоса, чтобы враг не провозглашал свое видение над вашей жизнью. Кстати, у врага есть видение для вас. Его видение состоит в том, чтобы украсть у вас, убить каждую мечту внутри вас и уничтожить план Божий для вас. Видение сатаны и компании хорошо известно. У него есть видение и миссия. Он хочет достать вас, ваше будущее, ваше семя, ваши мечты. Он не хочет, чтобы вы процветали, были радостны. Он хочет, чтобы вы были в депрессии, в зависимости, в немощи. Но Дух Святой говорит, что 2020 станет годом прорыва в вашей жизни. В 2020 году все изменится. В какой-то момент она освободилась от лжи врага. Она продолжала говорить себе, «Если только прикоснусь к его одежде, то стану здорова». Как только я доберусь до Иисуса, меня ждет восстановление в теле, разуме, духе, уме. Я выберусь из тумана, из болезни, из хаоса. Я освобожусь от смятения. Я буду восстановлена. Когда попаду в церковь, к Богу, все начнет меняться в моей жизни. Я буду жить и не умру. Буду возвещать дела Господни. Что она делала? Она провозглашала видение в моей жизни. В следующем году вы окажетесь в том месте, которое провозглашали над собой сегодня. То, что вы говорите сегодня, влияет на то, где вы окажетесь завтра. Ему платили, хоть его и не было долгое время. Кто бы из вас хотел получать деньги, пока вы занимаетесь своими делами? Чтобы босс сказал, «Я буду платить тебе, а ты иди», и воплощай мечту своей жизни. Его любил босс, сотрудники, у него была мудрость, ясность, способность вести людей. Итак, перемена должна произойти в вас. Вот что мы видим. Ниемии 1.1. Слова Ниемии. Я в восторге от этого. Это он говорит. Он хочет, чтобы мы знали его взгляд на свою историю. Я не буду делиться взглядом других. Я сама пишу, что случилось в моей жизни. Он пишет, «Слава Богу, что 2019 год прошел». Смотрите, что говорит Ниемии. Он говорит о том, что исполнилось, потому что это было непросто. Он говорит, «По правде говоря, я бы хотел, чтобы эта книга была веселой». Но первая глава не самая простая. Вы услышите неприятные слова. Для некоторых из вас это описание 2019 года. Давайте посмотрим на третий стих. Друг говорит Ниемии. Ты должен знать, что выжившие, то есть кто-то умер, а другие, которые остались от плена, прошли через тяжелые вещи. Теперь они в великом бедствии. Мы видим депрессию в нашей стране, разделение. Люди спорят с друг с другом. Злятся. Мы видим неприятный страх в отношении будущего и унижения. Людям стыдно за своих грехов и ошибок. Истина Иерусалима разрушена. Были вещи, которые когда-то оставались нерушимы. Были браки, которые когда-то были нерушимы. Но они разрушились. И ворота, его сожженные огнем. В этом году сгорели некоторые отношения. Были мечты, ожидания, которые были потеряны в огне. Что вы делаете, когда слышите негативные новости? Когда вы подводите итог в конце года? Когда вы смотрите на негативный опыт в своей жизни? Как вам остановить его? Некоторые предпочитают замести его под ковер. Я буду счастлив. У меня будет все хорошо. Я просто пойду дальше. Другие же предпочитают наполниться грустью и сказать, «Пол, я не знаю, как идти дальше. Я застрял в том, что не сработало. Я застрял в том, что получилось со мной в этом году». Мне нравится ответ Ниемии. Когда он услышал о боли своего народа, то в четвертом стихе сказал, «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней». Вы знаете, что скорбь — это часть процесса исцеления. Вы видели мультфильм «Головоломка»? Там рассказывается про эмоции в голове девочки. Мы видим борьбу между радостью и скорбью. И радость злится на скорбь. Она говорит, «Ты нам не нужна, уходи отсюда. Мы должны быть счастливы. Счастливы всегда». Всегда. К концу мультфильма радость и скорбь работают вместе. Она понимает, что нужно по-настоящему пережить скорбь, чтобы войти в радость. Вы можете жить с фальшивой радостью, но есть настоящая радость. Даже в Библии есть целая книга, посвященная скорби. Плач Еремии. Она дана не для того, чтобы мы застряли в ней. Мы не должны застрять в ней с таким видом. Я застрял в плаче, но мы должны уделять время скорби. Я потерял кое-что. Я прошел через что-то. Я не замету это под ковер. Я открываю это перед собой. Боже, Неемия уделил время скорби. Уделяли ли вы время скорби о том, что вы потеряли в этом году? Нет, Пол. Я даже не хочу смотреть на это. Это больно. Я даже не хочу думать об этом. Но чтобы войти в ту победу, которую Бог приготовил, вы должны достать эти камни. Они не исчезнут, если вы будете прятать их под ковром. Исцеленное сердце одна из чудеснейших вещей, с которым мы можем жить. Какой смысл быть успешным снаружи, если внутри ты разбит, потому что не мог оставить боль, через которую прошел. А чтобы отпустить ее, нужно пройти через скорбь. Вот что сделал Неемия. Он скорбел. Он мне нравится, что он сделал в конце. Он говорит, постился и молился. Каждый раз, когда в Ветхом Завете происходит прорыв, он был связан с молитвой и постом. Когда Иисус на вин ждал прорыва, он проводил время в посте и молитве. Когда Иесафат ждал прорыва, он постился и молился. Когда ученики ждали прорыва в деяниях, то постились и молились. Если вы хотите увидеть победу в будущем, она придет от молитвы и поста. Когда Неемия начал поститься и молиться, случилась удивительная вещь. Мертвые не воскресли, слепые не увидели, глухие не услышали, но народ ожил. Это был второй шанс для Израиля. И то, на что должно было уйти 10 лет, случилось за 52 дня. Если вы будете читать Неемии, то сможете упустить чудесное, если будете искать зрелищного. Но через него и других иудеев Бог делает невероятную работу. Они трудятся в единстве, строят, даже несмотря на врагов. Это невероятно, но вы сможете упустить рецепт его успеха. Неемия был в благосклонности у царя. Ему платили, пока его не было. Кто бы из вас хотел получать деньги, пока вы занимаетесь своими делами, чтобы босс сказал, «Я буду платить тебе, а ты иди и воплощай мечту своего сердца». Его любил босс. У него была мудрость, ясность, способность вести людей, которые даже не знали его. У него была смелость, уверенность, победа над врагами. И все это пришло благодаря посту и молитве. В этом году мы с нашими сотрудниками размышляли над тем, что сделал Бог. Мы были возле озера, и один человек сказал, «Давайте возьмем по камню и бросим его в воду, но сначала давайте скажем камню, что он представляет». Мы решили, что это хорошее упражнение. Я посмотрел на камень и сказал, «Он представляет все негативное, что случилось со мной в этом году». И что я сделал? Я бросил его в воду. Я сказал, «Все, все». Некоторым из вас нужно отпустить то, за что мы держались. Враг сдерживает вас. Евреям 12 говорит, чтобы мы бежали с выдержкой. Вы не можете бежать, когда держитесь за тяжести, боль и раны, которые нанесли люди за ошибки и стыд, за то, что вы могли бы сделать. Вы должны отпустить это. Некоторым из вас нужна масштабная победа в 2020 году. Возможно, это освобождение от плохой привычки, исцеление в отношениях, или теле, повышение, работа. Я не знаю, что именно, но всем нам нужна победа в какой-то момент нашей жизни. Вот что Иисус сказал ученикам. Матфея 17, 14. Ученики говорили с ним, а потом к нему подошел человек, и он сказал в 15 стихе, «Господи, сжалься над моим сыном, у него бывают припадки, и он сильно мучается, часто падает то в огонь, то в воду». В других вариантах может быть написано, что он эпилептик или бесноватый, я привел его к твоим ученикам, к церкви, но они не смогли исцелить его, не смогли изгнать беса, разрушить эту твердыню. У некоторых из вас есть твердыни, которые нужно разрушить. Иисус говорит вам об этом. Иисус говорит это своей церкви. Давайте другой перевод. «О род неверный и развращенный». Скажите, неверный и развращенный. Давайте дадим определение этим словам. Неверный значит не связанный с Богом. Когда вы не верите, вы не связаны с Богом. развращенный слишком связан с миром. Он обращается к нам и говорит, «О род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Может показаться, что Иисус говорит жестоко, но Он говорит, «У меня есть нечто большее для вас. Давайте пройдем через это». Когда мальчика привели, он получит исцеление. Иисус изгнал беса, и в тот же час мальчишка исцелился. Смотрите, что происходит в 19 стихе. Ученики подходят к нему и говорят, «Почему мы не могли разрушить эту твердунью? Почему я не смог избавиться от этой зависимости в 2019 году? Пытался изменить свой разум и все равно ощущаю недостачу, мучения? Почему я начал год с целей и делал все каждый день, ходил в зал, трудился, поменял диету, делал то и это, но все равно сталкиваюсь с демоническими твердынями в своей жизни, с оковами? Иисус говорит, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же род изгоняется только молитвою и постом». Вот лечение от неверия и разврата. Что такое молитва? Молитва связывает нас с Богом. Лекарство от неверия — это молитва, когда я молюсь, то подключаюсь к силе Божьей. Я подключаюсь к способностям и надежде на Бога. Что такое разврат? Это когда мы слишком сильно связаны с миром. И вот что делает пост. Пост отсоединяет нас от мира. Пост разрушает разврат в уме и душе. И когда я пощусь и молюсь, я начинаю работать в силе и власти. Надеюсь, это послание коснулось вас и напомнило о том, что Бог за вас. Бог хочет дать вам победу. Он не создавал нас для жизни в поражении и отчаянии. Бог хочет, чтобы у вас была уверенность и мир. Он хочет, чтобы вы ходили в Духе Святом, с любовью, миром, радостью, добротой, самоконтролем. Бог не хочет, чтобы обстоятельства взяли вверх над вами. Я не знаю, через что вы проходите или думаете о Боге, но я хочу сказать, что Бог любит вас, Он за вас, Он добрый и не является автором плохих вещей, что происходит сейчас в вашей жизни. Бог хочет дать вам свободу, укрепить вас, исцелить ваше сердце, разум и тело. Я хочу, чтобы вы помолились со мной сейчас. Скажите, Иисус, я Твой, Господи, я надеюсь на Тебя, я доверяю Тебе, спасибо, что дал мне победу во всех сферах жизни, во имя Иисуса, аминь. Если вы повторили эту молитву, я рад за вас. Это удивительный первый шаг, вы отдали свое сердце Богу. Вот следующий шаг, вы можете связаться с нашим служением. Изучайте Слово Божье, молитесь, слушайте наши послания, вы можете зайти на наш сайт и найти там множество проповедей, которые укрепят вас и поддержат вас. Мы любим всех вас и верим, что ваши лучшие дни еще впереди. Будьте благословенны. Мы любим вас.